Всем привет! С вами Анатолий, Жарпаркун. Я на монтажном дне баня Феста и хочу вам показать баню, которая мне чрезвычайно понравилась. Она еще монтируется, но мы сейчас сделаем обзор. Ой, рум-тур будет по красоте. Во-первых, баня сама по красоте. Ну, обратите внимание, сейчас идет монтажный день. У всех бани в единой стилистике. То есть, либо это имитация дерева или деревянные планки, которые идут вот так вот, или вот так вот, или вот так как-то косенько, да? Ну, дизайнерски. Конечно, есть кедровый рай, который просто баню обшил корой. Это охренительно! Но сейчас о бане, которую привез, а строй и монтирует. Посмотрите, что можно сделать. Бело-черный, лаконичный дизайн. Обращу внимание на тонкости именно для самоостройщиков. Кто сам себе баню хочет сделать. Обратите внимание, вот тут доски разной ширины. И это выглядит охренительно! Стильно! Мотно! А теперь для молодежности. Берем трафарет. Сейчас идет как раз покраска. Видите, покраска идет. Поэтому сейчас все видно, пока краска не засохла. Вот это белой краской прокрашено. Вот это прокрашено черной. При этом видим вот этот вот след, который говорит о том, что это был малярный скотч. Однозначно, ребят. И сделана вот эта красота. Я сейчас ее показал с близи, а теперь я показываю издалека. Ну красиво же, стильно. Кто скажет, что не стильно и не красиво, тут мой ураг навечно. Обойдем, посмотрим, что к чему. Просто, чтобы посмотреть дизайнерский дизайн. И дымоход, обратите внимание, тоже черный. Отличнейший тут дымоход черного цвета. Везувий. А вот здесь вот, обратите внимание, другой дизайн. Просто пополам как бы перечерчено. То есть вот... И еще вот эти вот две черные штучки такие. Ну, то есть, с точки зрения моего понимания о дизайне, баня пипец стильная вышла. Огромное стекло. Оно сейчас закрыто, потому что идет монтаж. Покраска идет. Но мы все равно зайдем и посмотрим. Так, плитка. Красота. Дальше идет отделка из ольхи. Это дуб? А мне показалась красивая ольха. Дуб? Охренеть! И, кстати, я уже не в одной бане заметил самые лаконичные крючки. Это тоже мода 2022 года. Крючки и черный душ. Ну, а это не переходящая мода. Это, ребята, колобок. Так. Стол здесь сделан из дерева совместно со смолой. Вот ее как раз тут это. А я думал, это бумажка. А это, ребята, не бумажка. Это жалюзи. Это жалюзи. Охренительное решение. То есть поднимаются, выходят. Следующее решение. Уже вижу, что черный цвет в моде по банефесту. Это точечные светильники, которые можно развернуть так, как вам надо, чтобы осветить те точки, которые надо. Черный в сочетании с деревом выглядит бомбезно. Бомбезно. Розетки тоже черные. То есть какая вообще эволюция была. Цветов на моей памяти в банях. Сначала были просто похабного цвета. Белые включатели, выключатели, которые выглядели абсолютно, блин, неэстетично. Потом включатели, выключатели под цвет дерева. И потом, вот я смотрю, везде практически во всех банях черное. Дальше. Еще одно модное решение, которое тоже модно в 2022 году. Это стеклянные двери. С одной стороны мы видим все. А нас с вами с другой стороны не видно. Это зеркальные. Стеклопакеты двойные. Денег стоят. А теперь обратите внимание вот сюда, на щиток. С одной стороны он черный. С другой стороны он под дерево. Охренеть. Охренеть. Это, ребята. А строй. Компания, у которой есть чувство стиля. Смотрим дальше. Благодатно. Благообразно. Намолено. Зайдем-ка посмотрим, что здесь. Здесь банная дверь о двух петлях. И скорее всего там нас ожидает, что я хотел сказать, черный унитаз. И реально унитаз черный. Hyundai белый. Вот бы его в черный цвет пленочкой запаковать. А может запакуют. Даже розетки черные. Зеркало, в котором отражается самый красивый мальчик, по мнению одной моей знакомой. Шутка эта я стрендил. Нету таких у меня знакомых, которые считают, что я самый красивый мальчик. Маленькая раковина. Для людей высокого роста. Если им не хочется садиться, чтобы не чувствовать себя по-женски. Ну и заодно и руки помыть. Черная даже втулочка для сортирной бумаги. Не удивлюсь, если она тоже будет черного цвета. Все зашито в дерево. Даже включатель-выключатель слишком мало и очень много. Пожалуйста. Черный ершик. Вот только черной этой брызгалки тут не хватает. Но это я так придираюсь. На самом деле роскошно. Сейчас мы идем в баню, которую вот еще чуть-чуть-чуть-чуть делают. Но вы уже понимаете, насколько здесь круто. Умеют ребята, могут. Просто крутяк. Это термоабаш. Просто крутяк. Вот оно, модное окно. Меня не видно, зато я вижу девчуль. Сосед ваш вас не видит, а вы видите. Палите фишку, что он там делает, а вас не видно. Ну, красота. Разбираются ребята в банях. Рекомендую. Ссылка снизу. Ну что, посмотрели? Спасибо атмосфере. Еще печь не заложили камнями. Но уже везде ее протерли. У-у-у-у. Даже выбор банной печи. Правильно. Ох. Кстати, а знаете, почему мокро? Не потому, что помыли. Вы видели? Мастер выходил с кисточкой. Вот он все кисточкой промывал. Вот прямо вот все-все-все, чтобы блестело. А может быть и маслицем. Но мы этого не узнаем. Но ты можешь поставить лайк. Спросить, сколько стоит. Перейти по ссылке снизу. Позвонить и спросить. А сколько стоит такая баня на текущий момент? Та самая, которую вы делали на бане-фесте. Даже без саморезов. А вот на таких вот блестящих каких-то шестигранникам закручивающихся штучках. Мастера вообще крутейшие. Блин. Кайфую. А запах тут даже старого коронавирусника. Чихо. Анатолия пробивает вкусняшкой. Вся красная книга здесь. Кайф.